Я, честно говоря, расстроена, все мне нахвалили, что самые вкусные роллы и прочее. Знаете, если у вас это самые вкусные роллы в городе, я прям вам сочувствую. Всем привет, с вами Лена Добро и это рубрика «Доставка», и сегодня у нас с вами новый обзор. Я нахожусь в городе Маршанск, не могла я упустить такую возможность и не записать вам обзор, тем более вы все всегда просите меня об этом. Я выбрала самую популярную доставку в вашем городе, это доставка «Тести Фуд». Многие из вас мне о ней писали, поэтому, собственно, сегодня посмотрим, чем же вас в Маршанске кормят. Помимо классических роллов, здесь довольно-таки широкое меню. Здесь есть закуски, салат один, правда, самый простой салат чук из пекинской капусты, вог, есть бургеры, есть супы, есть поки, есть десерты в виде роллов, пицца, морсы. То есть довольно-таки неплохо такой вот, знаете, комплексный фастфуд у нас получается. Я решила попробовать пиццу, заказать это безусловно. Скажу сразу, что пицца меня не привлекла совсем. То есть фотографии в приложении выглядят непривлекательно и неаппетитно от слова «совсем». Вот есть и заказывать ее не хочется. Я ее заказала чисто из-за того, чтобы посмотреть, как это все дело выглядит на обзоре. По ценам довольно-таки недорого за стандартный диаметр пиццы. То есть есть 345 рублей, 380. Самая дорогая, по-моему, морская, она 510 рублей. Да, все остальное там в пределах 400 плюс-минус 50 рублей. Вот так. Но фотографии крайне некрасивые вообще. То есть это какой-то выглядит, как столовская лепешка, если честно. То есть это все белое какое-то, нерумяное. Пицца 4 сезона меня очень заинтересовала, потому что она вообще нестандартна, не как везде. Иногда я могу заказать эту пиццу, не глядя на состав, потому что он плюс-минус везде одинаковый. Но здесь 4 сезона, она вообще очень странная. Там два кусочка с помидором, два кусочка с ветчиной, два с грибами и два перца что ли болгарский. Да, ну то есть это вообще, вообще не та пицца, которую хотелось бы видеть. Ну что ж, давайте все-таки посмотрим, откроем, попробуем. У меня сегодня пицца в заказе от шефа. Давайте открывать. Все при вас делаю. Ну не очень. Пицца от шефа. Стоимость ее 360 рублей за 600 грамм. Диаметр стандартный 30 сантиметров. Состав тесто, соус тесте, курица, ветчина, сыр, моцарелла, помидор. И отдельно у нас соус в соуснике. Вот это, кстати, большой плюс. Давайте пробовать. По внешнему виду сразу скажу, вот что на фото, что вживую. Она непривлекательная, она какая-то неаппетитная. Я не знаю, с чем это связано вообще. Ну вот какой-то вид не очень, честно. Может быть на вкус будет супер. Но пока вот, что прям, ух! И вот аромат, когда бросается, да, и она какая-то румяненькая, вот ее привозит. Она прям какая-то блестящая, аппетитная. Какая-то белая, бледная. Несмотря на то, что довольно зажаренные бортики. Сверху здесь мука, я не знаю, конечно. Смотрите, у этой пиццы есть огромный плюс. Это большое количество сыра. То есть сыр, он сглаживает вообще все. Он вкусный, он сливочный, он насыщенный, он нежный. Довольно тонкое тесто. То есть в целом оно приятное. Не забивает вкус сыра. Но по остальным ингредиентам их мало. И в остальных пиццах, если судить по внешнему виду, то здесь совсем немного ветчины. Помидоры вот так вот квадратиками как-то вообще жадно так нарезаны. Курица тоже самое тем же квадратиком. Здесь есть вот что-то еще подкопченое, по-моему. Курица, наверное. Да. Ну, не супер. Но, наверное, если смотреть цена-качество, то в целом и ничего. То есть 360 рублей пицца стоит. Довольно-таки бюджетный ценник. Но как-то я бы поработала с внешним видом, что ли. Поменять, может быть, вид нарезки. Она станет более какая-то привлекательная. Фотографии я бы поменяла. То есть если люди хотят, чтобы пиццу заказывали много и часто, фото должно в приложении выглядеть прям очень аппетитно. Поэтому его надо, на мой взгляд, однозначно менять. Кто ел пиццу, пишите свои отзывы. Не скажу, что это плохо, ужасно. Но есть определенные в ней недостатки. Соус хочу попробовать. Тести соус. Тести соус это для бортиков. Вот это огромный плюс. Я и в Тамбове говорю о том, чтобы к пицце клали отдельно соус, чтобы есть бортики. Стоус стандартный, майонезно-чесночный, классический, нормальный. С бортиками сойдет. Итак, следующее блюдо в нашей доставке это том-ям. Я просто не могла его не попробовать, потому что том-ям это одно из самых популярных блюд в моих обзорах вообще в принципе. И здесь том-ям, внимание, стоит всего лишь 290 рублей. Ребята, Маршанск это очень-очень дешево. Тем более, если смотреть по ингредиентам, то он довольно-таки насыщенный и приличный. То есть бульон том-ям, кальмар, миди, креветки, шампиньоны. Все то, что нужно. Плюс вот такой большой контейнер риса. Отдельно вам привозят. Посмотрите, посыпаны кунжутом. Порция довольно увесистая. Смотрите, суп сам по себе не густой, но и не пустой. Потому что бывает вообще очень мало ингредиентов. Тонко нарезаны кальмары, шампиньоны здесь добавляются, креветки в небольшом количестве и мидии. В целом, все, что обещали, нам положили сюда. Поэтому давайте пробовать. Так, помидоры черри я сразу опускаю в сам суп, чтобы добавить себе кислинки. Попробуем бульон. Самое первое, что бросается на ваш рецептор, это кислота. Бульон очень кислый. Сразу кислота, острота где-то отдаленно. Она тоже на послевкусе играет, работает. То есть он достаточно острый, но он для меня недостаточно насыщенный в плане бульона и в плане вкуса вот этой рыбы. Да, потому что бульон рыбный должен использоваться. Либо вот на основе морепродуктов. По кислоте для меня даже немножечко перебор. По остроте нормально. Но вот не хватает вот этой насыщенности какой-то. А бульон это все-таки основа. Но с учетом того, что он стоит 290 рублей, наверное, это нормально. Грибов здесь много. По морепродуктам не супер. То есть мидии я вижу. Вижу креветок несколько штук. Кстати, креветки увесистые. В принципе. Вполне неплохая креветка. Сейчас вот вам еще поближе покажу. Кальмары такие тоненькие, небольшие. То есть, в принципе, все в равных пропорциях. Наверное, грибы и кальмары. Мидии и креветки немножечко уже поменьше. Давайте все вместе попробуем. И смотрите, к чему я всегда придираюсь. Это мидия. Это и в Тамбове грешат этим делом, что мидию не дочищают. Посмотрите, вот эта вот зеленая часть. Это несъедобно. Вот это грязь. Это нужно убирать. Но, к сожалению, мало это где делают. Это не только в Маршанске. Это и в Тамбове тоже. Мидию нужно чистить. В остальном, наверное, неплохой том-ям. Не ужасный. Тем более за такую цену 290 рублей вполне можно поесть. Я считаю. Поехали дальше. Забыла я опять про рис. Попробовала я его отдельно. Рис заправлен, хорошо сварен. Правильно сварен. Он не хрустит и он не переварен при этом. Плюс дополнен кунжутом. То есть хороший, вкусный рис. Дополнить сюда к супу, кто любит, вполне можно. Следующая позиция это бургер. Конечно, я тоже не могла их не попробовать. Здесь три вида. Получается, есть черный бургер. Есть бургер с медовой горчицей. И мы выбрали биф-бургер. Стоит он 320 рублей. Сюда входит белая булка, сладкие чили, малосольные огурчики, копченый лук, копченые сулугуни и говяжьи котлеты. Я люблю в бургерах всякие такие копчености. Поэтому мне было очень интересно попробовать за 320 рублей. Я не скажу, что это дешево, но это нормально для таких составляющих. Булка как будто бы покупная. Мне так кажется, потому что выглядит очень блекло. Он не зажарен на гриле. Этого очень не хватает при, скажем так, не масс-маркет, да, бургерах вот этих сетевых. А именно, когда готовят в кафе сами, вот эти вот полосочки гриль, они, конечно, то есть дополняют его, так скажем. Так, здесь у нас глазированный лук. Мы видим красный. Видим сыр. У нас бургер подостыл, поэтому, конечно, прям так супер уже не получится. Видим котлету. Котлета прям видно даже, несмотря на то, что она холодная, видно, что она была заморожена. Это из заморозки котлета и огурчики. Соус чили сладкий. Ну, в целом-то ничего особенного. Давайте разрежем, посмотрим. Я ожидала большего, честно говорю, потому что булка покупная, стандартная, обычная. Котлета замороженная была. Ну, и как-то даже внутри она какая-то не сочная, вот сухая. Даже потому, что если бургер со свежей котлетой, да, которую вам вот прям обжарили, она такая сочится, он даже холодный вкусный. То есть, а здесь как бы, ну вот по виду мне котлета не нравится. Давайте пробовать. Вот в этом бургере соус и красный лук вообще решают. Просто все. Ребят, ну, как и предполагалось, котлета никакая. Вот она просто ни о чем. Она не имеет вообще практически никакого вкуса. Очень вкусный лук и хороший чили соус. И это главные ингредиенты в данном бургере. Но все-таки должна ощущаться и котлета. Это сочное, вкусное говяжье мясо. Вот я ее отдельно попробовала. Она вообще, она не то, что невкусная, она никакая. Она просто не имеет вкуса вообще никакого. Просто прям плоская такая вот, знаете, пустая. Но сам бургер вкусный именно за счет вот этих двух ингредиентов, которые я сказала. Плюс хорошо дополняют малосольные огурчики. И, собственно, неплохой сыр. Но, ребят, котлета очень сильно подкачала. Поэтому для меня 320 рублей вот за данное изделие. Это дорого, оно того не стоит. Это мое мнение. Ну что ж, наконец-то мы дошли с вами до роллов. И у меня сразу вопрос. Ребят, почему так мало салфеток? Вот к такому большому заказу нам две салфеточки положили. Ни к бургеру салфеток не положили, ни к том-ям не положили, ни к роллам нормально не положили салфетки. Две салфетки всего это очень-очень мало. Плюс, о чем еще хочу сказать. Я оформляла заказ через приложение. Мне довольно быстро перезвонили, это в течение 10 минут. Но мне не повторили заказ. То есть мне сказали о том, что вот у вас заказ на сайте. Тра-та-та, все актуально. Уточнили время доставки. И такое ощущение, что оператор вообще не хотел со мной общаться. Она сказала, заказ принят, до свидания. В принципе, все. Хотя она должна была все-таки повторить заказ. Но, пока ошибок никаких не было, давайте смотреть роллы. Ваши самые хваленые вообще невозможно. Кстати, у нас один бесплатный ролл шел бонусом к первому заказу. Итак, первый ролл это запеченный ролл сакура. Сюда входят нори, рис, сыр сливочный, лосось, креветка, соус сырный, соус унаги и кунжут. Стоит это все удовольствие 315 рублей. Смотрите, на что обращаю ваше внимание. Вот если я про пиццу говорила, что непривлекательные, неаппетитные картинки, в роллах все ровно наоборот. И вот в роллах я отталкиваюсь исключительно из фотографий. Они были крайне аппетитные. И ожидание, реальность, конечно, вот в данном случае, оно не совсем совпало. По крайней мере, в роли сакура. Но, если его перевернуть, я вижу хороший увесистый кусок рыбы. То есть, это прям очень круто. Это супер. То есть, данная доставка реально не жадничает. И кладет хорошие, нормальные куски. То есть, столько, сколько положено. Плюс, вот то, что сверху у меня, оно может не очень аппетитно выглядит. Но у меня здесь креветка. И креветка, ну, сравнительно небольшие куски. Я думаю, их будет больше. Ну, вот такой кусочек креветки лежит. Для одного ролла это очень неплохо. Разбирать я его не буду. Почему? Потому что там разбирать особо нечего. Рыба, небольшое количество сыра. И сверху у нас соус и креветка. Соус майонезный. Прям очень сильно ощущается, несмотря на унаги сверху. Прям во вкус бросается майонез. Давайте попробуем. Дорогие друзья, все бы хорошо в этом ролле. Рыбы много, креветки много. Соус в целом неплохой, но ужасно сваренный рис. Рис переварен. То есть, а это значит, что когда вы начинаете его есть, он у вас превращается в кашу. То есть, это все жирно. Плюс за счет соуса, вот огромного количества, да, жирного, майонезного, вы жуете какое-то месиво. Хотя, вот все ингредиенты по отдельности я попробую. Они вкусные, рыба вкусная. То есть, она ощущается в роли хорошо. Креветка хорошо ощущается. Соус, опять же, это все дополняет. Но это все портит. Рис очень жаль. Действительно, очень жаль. Потому что это было бы все гораздо вкуснее. Давайте следующую позицию пробовать. Следующий ролл это Калифорния и Мексико. Сюда входит нори, рис, масса горанжевая, креветка, огурец, соус пасси, лосось. Стоимость 250 рублей. Хочу сказать, что бюджетно вы живете в Маршанске. Потому что таких цен я не видела давно. Чтобы за 250 рублей мне в ролл положили рыбу. Да еще и как бы в приличном количестве. Это редкость. Тут есть и рыба, и креветка в них. Да, скрутка хромает. То есть это видно, друзья мои. Они какие-то кривенькие, косенькие. Ну, такой вид у них вот, но не очень, честно. Но если смотреть по ингредиентам. Сейчас мы вам поближе покажем. То по количеству рыбы, вот они не жадничают. Это большой плюс. Вот опять же, во вторых роллах количество ингредиентов, то есть вполне нормальное. Вот только с крашку, тут вот мало получилось. А так, вот они. Вот специально вам всем выкладываю, чтобы вам было видно. Смотрите, рыбы здесь приличное количество. Вот где-то и креветка прям такая довольно-таки увесистая лежит. То есть в целом все неплохо. Но в отношении скрутки и вообще в целом сбора роллов видно, конечно же, что есть проблемы и есть определенные недоработки. Здесь я все-таки хочу отдельно попробовать рыбу. И знаете, по цвету это все-таки не лосось, а тунец больше напоминает. Он такой розоватый лосось. Он больше оранжевый. Ну, давайте попробуем. Вот в этот ролл, кстати, креветки мне не досталось вообще. Я возьму еще один. Вы отличаете лосось от вкус селедки? Вот, знаете, по моим ощущениям, я не могу знать наверняка, да, и не могу сейчас кого-то оговаривать. Но на вкус это слабо соленая подкрашенная сельдь. Может быть, поэтому за 250 рублей нам кладут столько рыбы. Я, конечно, не знаю. Давайте целиком попробуем. Потому что все-таки лосось и сельдь, я их могу отличить. На вкус в целом это, опять же, неплохо. Но рис портит всю картину, потому что, естественно, рис переварен. И здесь рис используется везде один и тот же. Поэтому, может быть, даже это лосось и сельдь. Но я говорю, ну, даже по цвету на лосось не похоже. Ну, вот правда. Ладно. Даже если не брать в учет вот эту рыбу, да, она не портит в целом общее впечатление, если не есть ее отдельно. Но впечатление портит рис. Возможно, в вашей хваленой доставке мне сегодня, ну, скажем так, не повезло. Я не знаю. Давайте следующий пробовать. Ну, что ж, по-моему, с каждой позиции видно, что я расстраиваюсь все сильнее и сильнее. Уже у меня нет такого энтузиазма на этот обзор. Я попробовала морс. Морс, в принципе, неплохой. Пить его можно. Стандартные облепиховые, которые продают во всех доставках. Вот единственное, что здесь какой-то осадок странный. Ну, возможно, это вот от самой облепихи мякоть. Будем думать так. Сладкий такой, имеет приятный облепиховый вкус. Немножечко с кислинкой. Ну, приятный. Неплохой морсик. И давайте перейдем к следующим роллам. Это роллы Кани. Стоят они 255 рублей. Сюда входят нори, рис, лосось копченый, крабовые палочки, панировочные сухари, соусуна, гукунжут. Это позиция жареных роллов. Опять мы видим вот этот хромающий внешний вид. То есть неровная панировка. То есть где-то больше, где-то меньше ее. Ну, вот как-то неаккуратно это все сделано. Креветки. А, здесь нет креветки. Здесь у нас крабовая палочка. И рыба. То есть рыбы где-то больше, где-то меньше. По-разному она здесь выглядит, опять же. Но вот у меня, мой оператор попробовал предыдущий ролл. Хотя он говорит, я не понимаю в рыбе смысл мне пробовать и прочее. Но на вкус это, друзья мои, селедка. Вот здесь тоже очень хочется посмотреть, какая все-таки рыба. Ну, здесь непонятно, на самом деле, потому что она жареная. Но данная рыба, она очень сильно прям мягкая. Возможно, она была тоже заморожена. Но, ладно, не буду врать, не буду ничего преувеличивать. В общем, вы сами все видите. Давайте целиком попробуем. Здесь, собственно говоря, та же проблема. Это переваренный рис. И, в общем и целом, кроме кляра, панировочных сухарей и соли, вы здесь ничего не чувствуете. Вся эта кашеобразная масса. Данный ролл мне не понравился. Он мне вкусный. Да, можно сказать, что я хотела за 255 рублей. Ну, там практически все меню по такой цене. То есть, плюс-минус там 300 с чем-то. То есть, все роллы недорогие. Все роллы указаны, что они там с рыбой, с креветкой. Такой достойный очень состав. Я действительно даже вам в какой-то степени позавидовала. Подумала, что вы тут едите очень вкусно и очень недорого. Но так я еще никогда не ошибалась, друзья. Я, честно говоря, расстроена. Все мне нахвалили, что самые вкусные роллы и прочее. Знаете, если у вас это самые вкусные роллы в городе, я прям вам сочувствую. Но в глубине души я надеюсь, что мне просто не повезло. Следующая позиция – это десертный ролл, который называется ореховый. Стоит он 249 рублей. Сюда входит спринг-теста, ореховая паста, банан и карамельный топпинг. Вот так вот это все выглядит. Образно банан в блинчике. Такой стандартный десерт, опять же, на доставках. Давайте попробуем. Разбирать тут, в принципе, нечего, друзья. Поэтому давайте просто его попробуем. Я надеюсь, что он схладит все мое впечатление. И мне будет вообще супер вкусно сейчас. Ну, что сказать, это блинчик, в который завернут банан. Здесь 4 увесистых кусочка. Сюда добавлена что-то сливочная какая-то паста с добавлением ореха. Орех здесь чувствуется. Это вкусно, сладенько, нежное тесто. Хороший топпинг, кстати. На вкус не позорный, не химозный такой, знаете. А вот карамель тоже вкусная. Поэтому вот этот, как десерт, очень даже неплохой и достойная, хорошая позиция. И я не показала вам подарочный ролл, который нам положили к заказу. Вот так вот он выглядит. По внешнему виду шапка используется такая же, как и в первых наших роллах, которые у нас были с креветкой и рыбой. А внутри здесь у нас омлет. Вот такой у нас подарочный ролл. Давайте все-таки его попробуем, потому что дареным конем зубы не глядят. В общем, подарочный ролл можно было бы и не класть тоже, потому что это огромное количество майонеза, переваренный рис, жесткую нори и омлет. То есть каша с рисом, с майонезом, на вкус это вообще просто нечто. Это сказать, что это ужасно, это вообще ничего не сказать. Вообще, второй мой обзор в Маршанске превращается в какое-то испытание для меня. Меня заставляют попробовать имбирь, потому что я его никогда не пробую. Сладковатый имбирь, нормальный, горит как положено. Ничего особенного в нем нет. Имбирь как имбирь, нормальный. Ну что же, в завершении можно сказать. Пицца больше, да, чем нет. Бургер в целом тоже можно заказать. Неплохой том-ям, неплохой ореховый ролл, да, сладкий который. Морс в целом тоже ничего. Но что касаемо роллов, я очень расстроилась. Дешево, да, но невкусно, ребят. Правда, это было откровенно плохо. Мало того, что внешний вид, рис все испортил, но и сама рыба подкачала. Поэтому в данной доставке ролл для меня однозначно нет. Итак, все это удовольствие обошлось нам в 2114 рублей общий чек. Второй раз я, конечно, пробовать бы не стала. Никакие новые позиции, ничего. Вообще, на данной доставке я поставила для себя крест. Мы будем приезжать и жарить шашлыки. Никаких роллов мы есть не будем. Ну, а вы все, кто ел, пробовал, заказывал, я жду вас в комментариях. Жду всех защитников данной доставки, хейтеров и все остальное. Пожалуйста, пишите. Высказываться у нас никто не запрещал. Ставьте лайки, делайте репосты. Всем спасибо за просмотры. Всем пока-пока. Смотрите, мы после съемки все-таки часть роллов ели, смотрели рыбу. И вот это все-таки селедка. Вот она крашеная, видно. То есть у нее ярко-розовый цвет. Я еще в обзоре сказала, что это тунец. И вот смотрите, характерная для сельди вот эта темненькая окоемка. Вот в этих роллах, где они, подожди, мы их тут все вот доковыряли, да, не очень красиво. Но частично в них попался именно лосось. То есть он был персикового цвета. И у него была белая такая вот жировая прослойка, характерная для тунца. То есть, понимаете, у нас здесь намешано. То есть часть селедки, часть, наверное, лосося, часть непонятно чего. Но вот этот яркий розовый цвет, он вообще не характерен для лосося. Он больше характерен для тунца. Но на вкус у нас это сельдь. Да и на вид тоже. Вот такие дела.